И снова здравствуйте, дорогие друзья, здравствуйте, братья и сестры. Уже многократно было сказано о низком уровне культуры в медиаструктурах России-Российской Федерации. Тем более, основными движущими силами этого бескультурья, так или иначе, почему-то зачастую являлись представители одного и того же, уж простите меня, этноса, либо представители лоббирующих сил одного определенного этноса на территории России, да и не только России, Турции и Украины. Сейчас некоторые скажут, Камран, если ты говоришь об армянах, то при чем здесь Турция? Но разве вы не знаете, что в Турции все еще имеют место, даже среди депутатов парламента Турции, некоторые фигуранты, которые не гнушаются всевозможными фейками, ложью, подставляя как саму Турцию, так и первых лиц турецкого государства, которые признаются в том, что они представляют, в общем-то, интересы только одного этноса – армян. До недавнего времени такой же сегмент находился в Украине. Правда, перед тем, как сбежать с Украины, этот фигурант все-таки сказал правду о Карабахе. Может быть, поэтому и сбежал. Кто знает. Боясь преследования своих в Украине. Вполне возможно. Вот об этих некоторых лицах мы с вами и поговорим. И начнемте с проблем, с которыми в скором времени столкнется армянский поколоббист, не представитель армянства, Владимир Соловьев. Владимир Соловьев позволил себе крайне нелестное заявление касательно екатеринбуржцев. Да, с севера России. Того самого севера, который делает немало для того, чтобы холодильники Соловьевых и им подобных были наполнены. И он делает следующее заявление. Давайте послушаем. Владимир Владимирович, вам не понравится мой вопрос. Заранее приношу извинения. Но вы мне объясните, вот как получается, как вам исходя из этого быть. С одной стороны, у вас и блестящие воины, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции. И многие в округе их поддерживают. С другой стороны, у вас в Екатеринбурге центр такой мерзутной либераты, которая породила многих подонков, через скрывающиеся заграницы, начиная от Волкова и заканчивая разными неонацистами. Такой мусор иногда в головах у некоторых людей, что прям чистить и чистить. Как вот этой системе удается привести в чувство? Тем более у нас канун 9 мая. Давайте остановимся. Очень интересное заявление Соловьева. Он ужасается целой, достаточно такой, я бы сказал, немалой части российской территории. И ужасается жителями этой территории, которые в большинстве своем просто выступают за мир. Они не поддерживают нацистов, неонацистов. Они говорят о мире. Потому что многие родители не хотят, чтобы их дети погибали. Но Соловьеву это не понять. Его-то детки, скорее всего, уж точно не отправятся на передовую. Не так ли? Они где-то будут в хороших местах. Или я в чем-то ошибаюсь. Например, в городе Сочи, где у него есть друг Константин Затулин. Кстати говоря, о вот этой мирозоте, как он высказался, либераты. А ведь близким другом, правда он недавно ушел в мир иной, у Соловьева был Владимир Жириновский. Какую партию возглавлял эта политическая так называемая единичка? ЛДПР, либеральных демократов. Не так ли? То без тех самых либералистов. Или я в чем-то ошибаюсь. Он заговорил дальше о нацистах. Очень интересно. Очень интересно, потому что он почему-то не задался со вопросом, как эти нацисты почему-то находили убежище, когда за ними начинали приходить определенные органы, типа ФСБ. Почему-то они оказывались резко в Армении. И в Армении им давали статус политического убежища, тире политических беженцев. Шишкин. А может быть напомнить, как в армянских даже СМИ, государственных СМИ, писалось о дружбе национал-социалиста Лимонова с Арменией. Неудобный вопрос, но почему-то он говорит о Екатеринбурге. Знаете, дорогие мои россияне, я не понимаю, ну не могу я понять, как можно еще хотя бы малой части россиян слушать эту ересь. Он ругает Екатеринбург, забывая почему-то, ну, видимо, короткая память, что-либо сказать о городе Сочи. В частности, о Константине Затулине. В отношении его бездействия касательно тех же самых 11 тысяч домов, которые незаконно были поставлены на основе гаражей. Ну, уголовное дело очень известное. жилые гаражи. Сколько денег прошло мимо российского бюджета? Я уж не говорю о незаконности самих построек. А Соловьев приглашает Константина Затулина вот на свои передачи, а не друзья. А может быть, тогда не надо приглашать таких типов? Вместе с тем по неволе возникают вопросы в отношении Соловьева, что же он молчит, когда муж Маргариты Симонян оскорбляет казахов. Практически делает некий, я бы сказал, нацистское выступление, оскорбляя казахов. Объясните мне, пожалуйста. Но хочу сказать, что все-таки некоторые россияне уже не выдерживают. При этом хочу сказать, что не выдерживают даже люди, занимающие ответственные посты. На Соловьева крайне сильно и, в общем-то, справедливо обиделся глава Екатеринбурга Евгений Куйвашев, который посоветовал Соловьеву следить за словами. И обратите внимание, как тут же Куйвашев устами Соловьева превратился в губернатора в законе или губернатором на понтах. Это говорит Соловьев о губернаторе. Как вы понимаете, любой губернатор любой области так или иначе связан в частности с Кремлем. То есть, выступая против губернатора, Соловьев все чаще и чаще начинает наступать уже на на мозоли Кремля. Так получается. Может быть, Соловьев скажет, что и Кремль не прав. Ну, а в отношении того, каким является данный губернатор, то для начала Соловьеву стоит задать вопрос, а кто такой, и опять об этом говорил сам Затулин, депутат Российской Государственной Думы с 94-го года, который ничего не сделал для предотвращения многочисленных преступлений в подведомственном ему городе. Как же так? И почему Затулин, ой, прошу прощения, Соловьев его приглашает к себе на многочисленные передачи? Вопрос интересный, не так ли? Может быть, Соловьеву пора задать вопросы и Затуллину, или он промолчит скромно? В частности, задать в вопросе не только о жилых вот этих незаконных комплексах, но и как спокойно на территории Сочи действует явный авторитет Робсон, смотрящий за Сочи. Нигде в остальных городах авторитеты или личности, имеющие отношение к авторитетам, не чувствуют такой безнаказанности. И так свободно себя не чувствуют, как в городе Сочи. Интересный вопрос. Впрочем, и это еще не все. Мы с вами сейчас вернем к личности, в кавычках личности, о которой я уже говорил, которому я уже отвечал. Речь пойдет о Киасаяне. Нет, о его жене мы уже говорить не будем, а поговорим именно о Киасаяне, который сделал еще одно обращение. Да, еще одно, внеочередное. Нет, в данном случае не к казахскому народу. Он заговорил о пашиняне. Да, он заговорил о пашиняне. Давайте послушаем, и вы поймете, почему данное заявление Киасаяна вызвало во мне интерес. И почему мне решилось ему ответить. Это уровень русской культуры в лице армянина. Их всех во главе с предателем пашиняна. Надо судить. Ну, в суде. А потом пожизненно посадить. Но не в камеру. Не в камеру, не в яму. И приводить поколение за поколением армянских школьников. Показывать на вонючую, заросшую грязными волосами тварь над ней ямы и говорить им. Вот предатель виновный в тысячах смертей и погубленных ни в чем не повинных жизнях. В унижении нашего народа. А теперь, ребята, все дружно в него плюнем. Обратите внимание, это говорит армянин, который строит из себя патриота России. Так ты патриот России или Армении? Уже вопрос интересный. А также вопрос в том, как же он относится к армянскому народу, который все равно поддерживает Пашиняна? То есть он плюет на них? Или он хочет, чтобы их всех посадили? Ну, большую часть половины армянского народа, проживающего в Армении, должны сидеть в этой же самой яме. то есть он призывает что же геноциду практически к тому самому, о котором армяне так любят говорить, полтора миллиона. Здесь будет, я думаю, что больше. Продолжим. я желаю тебе, мразь, именно такого итога. И желаю тебе очень многих лет жизни, чтобы ты, Никол, максимально долго молил Бога, в Которого, впрочем, ты не веришь, о смерти. И чтобы она смерть к тебе не пришла. это истинно верующий человек. Это он говорит после этого, что он верит в Бога. Желая такое. Интересно понятие веры. При этом говорит явный Альфонс о вере. Их всех во главе с предателем Пашиняном. Вот давайте еще раз прослушаем. Надо судить. Внимательно. В суде я специально пожизненно посадить. Но не в камеру. Не в камеру, нет. Это верующий. В яму. И приводить поколение за поколением армянских школьников. Показывать на вонючую, заросшую грязными волосами тварь на дне ямы и говорить им вот предатель виновный в тысячах смертей и в погубленных ни в чем не повинных жизнях. в унижении нашего народа. А теперь, ребята, все дружно в него плюнем. Верующий. Верующий. Моразь именно такого итога. И желаю тебе очень многих лет жизни, чтобы ты, Никол, максимально долго молил Бога, в Которого, впрочем, ты не веришь, о смерти. И чтобы она смерть к тебе не пришла. Так, все, давайте остановимся Он говорит о Пашиняне При этом смотрите, как он умалчивает о том Сколько армян положили армянские националисты ради своих идей Подставив армян в Азербайджане Как он умалчивает о тех армянских радикалах, которые подставили своих армян еще в Османской империи Как он об этом молчит, виноват Пашинян Это, выходит, при Пашиняне действовал Манвел Тушенка Который сажал просто солдат на цепь И не гнушался обворовывать вплоть до нижнего белья Имея многочисленные люксовые автомобили Нет Виноват Пашинян Виноват Пашинян и тем, что именно армянские радикалы требовали продолжения кранового банкета А Пашинян все это останавливал Долгое время Это он призывал, оказывается, напасть на Нахчевань Это он Вы что, это не Кочарян и не Серж Сарксян Нет Это, видимо, при нем Армения участвовала в натовских учениях Или все-таки при Серже Это, видимо, при нем американское посольство достигло двух с половиной тысяч человек На, в общем-то, два с половиной миллиона населения Армении Да неужели? И это патриот России, говорит, армянской национальности Я не знаю, что добавить к вышеперечисленному И он ставит себя в пример, как христианин Проклиная всех Браво! Мы же перейдемте с вами к следующей фигуре Ведь армянские силы И причина, почему я о них часто говорю Потому что по сей момент мне многие задают этот вопрос Почему ты говоришь об армянах? Почему ты, даже говоря о мировой политике, говоришь об армянах? А ответ крайне простой В отношении России я только что вам показал Фигурку Которая стоила внимания А также Владимира Соловьева Который, не являясь представителем армянства Тем не менее Старается поставить себя Как раз таки как армянина Я говорил о Константине Затулине Который больше армянин, чем многие армяне Такое бывает Но ведь эти же силы представлены В частности в Турции Да, и в Турции есть Армяне Которые продолжают совершать провокации Уже на территории турецкого государства В дальнейшем мы поговорим Я напомню вам еще об одном интересном человеке Из Украины Который занимал государственный пост Это Аваков Но в начале давайте послушаем О Так называемом Именно члене парламента Членчики Парламента Турции Которые я надеюсь Что в скором времени Из турецкого парламента Все таки сделают обрезание Очень хотелось бы Это увидеть О ком идет речь Сейчас Мы с вами послушаем Есть Какая известная поговорка Наглость Второе счастье Представители Многострадального народа Полностью опровергают Данное выражение Каждый раз Своими речами И действиями доказывают Что для них Наглость является приоритетом Несмотря на то Что со дня 107 годовщины Грандиозной мистификации А именно Так называемого Геноцида армян Минуло пять дней Отголоски исторического фарса Слышны до сих пор Спасибо Кстати Вот Дадо За данное видео Крайне важное Для того Чтобы описать И причину Почему я Часто говоря О политике Различных стран Все таки Обращаю внимание На армянскую составляющую А также Данное видео Позволяет Открыть Действительно Крайнюю неблагодарность Как со стороны Армян В России Также Со стороны Армян В Турции Также О неблагодаренности Армян В Украине В лице Авакова Правда Он сыграл В этот раз 50 на 50 Видимо Боясь Что его Могут найти В других странах Карабах У него У него Уже не будет Чина Который Его Прикрывает Поэтому Незадолго До своего Исчезновения С территории Украины Он сделал заявление О том Что Карабах Это Азербайджан Продолжаем В Турции Империи Продолжает Их преступное Дело Каждый раз В преддверии Сакральной Даты Геноцида Армян Пайлан Пытается В парламенте Пропихнуть Пресловутый Законопроект Так 21 апреля 2016 Года На очередном Заседании Парламента Турции Он поочередно Поднял Вверх Фотографии Всех Османских Законодателей Армян Предавших Свою Страну Ну что ж Вы сами Все услышали Вот поэтому Я и обращаю Внимание На армянскую Составляющую В различных Конфликтах Армяне В Сирии Армяне В США Армяне Во Франции Армяне В Украине Армяне В России Армяне В Турции Как же не Использовать Этот сегмент Если он Обнаруживается В каждой Точке Земного Шара Как же Не обращать Внимание Если армяне Любят Свою Армению Не проживая На территории Армении Не деля С гражданами Армении Всю боль И скорбь С которой Сталкивается Народ Проживающий И действительно Являющийся По-своему Патриотом Этой земли Потому что Они остаются Жить Они не живут За границах Как Пайлан И ему подобные Как-то так Но Как я вам И сказал Не Пайланом Единым И не его Предшественниками О котором Шла речь В данном Видео Жива тема Армянской Политики Да Дорогие Друзья Вы уже Узнали Эту Скорее всего Так называемую Личность Это Это Бывший Министр Внутренних Дел Украины Аваков Да Тот Самый Который Помогал Запугивать Армян Украины Которые Говорили О необходимости Сближения Армении И Азербайджана И который Тем не менее Не так давно Заявил В общем-то Об обратном Он заявил О том Что Армения Должна признать Карабах Азербайджанским Странно Не находите Вначале Запугивать Армян Украины Которые Планировали Сближение Азербайджана И Армении Запугивать Их И вдруг Такое Признание Честно Говорю Я вначале Удивился Но По определенным Данным Которые Ко мне Поступили После Буквально Данного Заявления Аваков Исчез С территории Украины Интересно Так Зачем Он Сделал Данное Заявление Причин Возможно Несколько Первое Ну вы Сами Понимаете Для Большинства Армян Все таки Аваков Это В кавычках Личность Которая Все равно Является Во-первых Шурт Ватсом Это не Отнять Второе Это Так Называемый Армянин Который Все таки Видимо Хоть и Запугивал Других Но Не сближался С самой Армянской Диаспорой Это Тоже Видимо Раздражало Многих И Для Того Чтобы Себя Хоть Как-то Подороже Продать Западу Он Вынужден Был Сделать Данное Заявление Чтобы Хотя Б От Турок И Азербайджанцев Получить Некое Некое Положительное Воздействие В отношении Его Будущей Жизни Другого Варианта Я Не Нахожу Его Просто Это Нет И Обратите Внимание Вот Мы С вами Прошлись По Армянам России Мы Прошлись С вами По Армянам Турции Мы С вами Поговорили Об Армянах Украины Надеюсь Никому Теперь Не надо Объяснять Еще раз Почему Периодически Говоря О Международной Ситуации Тем не менее Я Вынужден Бываю Задеть Все равно Такую Структуру Как Государственную Структуру Как Армения И составную Ее Часть Я Говорю Об Радикальном Армянстве Надеюсь У всех Отпадают Вопросы Я уж не говорю Сейчас про США И Францию Могу напомнить Сирию Где тоже Армяне Представлены В определенных Политических Кругах Но Это так Общий Обзор Представителей Армянства В различных Регионах Мира И последнее О ком Хотелось бы Поговорить Вернувшись К так называемым Российским Армянам Но вы его Уже узнали Это Лев Валян Многие Многие Из вас Кто Следят За Моей Информационной Работой Для вас Не является Особым Секретом Что я Не люблю Акцентировать Внимание На обычных Армянских Выскочках На просторах Интернета К списку Которых Уж точно Принадлежит Лев Валян Но тем не менее Данное Его Обращение Которое Он записал И загрузил К себе На канал Поневоле Обратило На себя Внимание Потому что Здесь Описывается Все лицемерие Армянской Политической Условно Политической Системы Под названием Армянский Характер Армянская Вернее Даже я бы Не так бы сказал Армянский Характер Армянской Диаспоры Давайте Послушаем О чем Это я Здравствуйте Украина И ее Политическое Военное Руководство Пытается Поднять Свой Авторитет Приездом И приемом Высоких Зарубежных Гостей Это в основном Президенты И примеры Европейских Стран Как Желание Мелко А как Результат Фальшиво Интересного Интересного А порой Оккупированные Это тоже Тоже Лживо Лицемерно Или нет Хотя В общем-то В конце В конце Это оказалось Лицемерно Потому что Большинство Фондов Куда Перечислялись Деньги В поддержку Тех самых Несчастных Армян Почему-то Растаяли Растаяли На территории Армении Давайте Продолжим Вопрос Зачем Они Приезжают Какая Необходимость О Необходимости Я уже Сказал Разве Помощь Людям Это Не Необходимость Людям Которые Потеряли Собственные Дома Лев Валян Живет В своем Доме Он Не Уничтожен Ракетой Он Не Прячется В подвале А Может Прячется Только Мы Не Знаем Он Живет В своем Доме И Прекрасно Себя Чувствует Он Не Сидит Месяцами Освещая Свой Подвал Лучиной Нет У него Прекрасно Работают Лампы Не Так Ли В кавычках Уважаемый Лев Валян Продолжим Я Я Полагаю Помимо Других Причин Еще И Покрасоваться Ибо Понимают Покрасоваться То То есть Трупы Людей Уничтоженные Города Покалеченные Представители Украинского Народа Народов Украины Это Покрасоваться Это Покрасоваться А может Быть Ваши Крики О геноциде Это Покрасоваться Вот То Что Вы Приглашаете На Так Назваемые Конференции Зачем Вы Это Делаете Покрасоваться Тем Более То Что Было Сто Лет Назад Это Тем Более Тогда Покрасоваться Чтобы Об Вас Хотя Кто Вспомнил Продолжим Что На Украину Обращено Внимание Мирового Сообщества По Известным Причинам По Каким Интересно Известным Причинам Если Ты Уж Начал Говорить А Говори И Б Что Ты Подразумеваешь Под Известными Причинами Вторжение Российских Войск Или Я Опять Таки Что То Неправильно Понял Продолжаем Приезды Подбадривает Украинское Общество Усиливает Мотивацию К вооруженному Сопротивлению Особенно Опять-таки Кому Сопротивляется Украинская Общественность Почему же Он не говорит Не называет Причину Сопротивления И кому Сопротивляются Но если Он такой Смелый Пускай Назовет Он Уже Практически Говорит Что То Что Происходит В Украине Не Является Спец Операция Это Война Но Так С кем Война Может Быть Озвучит И Получит Свои Заслуженные 15 Лет От 3 До 15 Прошу Прощения Продолжим Тех Кто Держал И Кто Только Взял Руки Оружие В результате С обеих сторон Тысячи Убитых И Раненых Опять-таки Правильно Говорит Убитые Раненые С обоих Сторон Но Почему Он не Говорит Что Со стороны Украины Очень Много Мирных Жителей Которых Убили А Со стороны России Только Представители Вооруженных Сил Которые Вторглись На территорию Суверенной Украины Эннократно Сувереннее Чем Армения Продолжим Переговорный Процесс Приостановлен Значит На поле боя Господствует Свобода В выборе Действия С преобладанием Жестокости И дикости А также Поступки За гранью Человеческого Восприятия Ну Кому Кому А представители Армянства Это прекрасно Известно Они ведь Это совершали В Ходжалах В Карадаглы Они это Совершали В частности В Гугарке Живьем Сжигая Учеников Одной школ Это было А Если он скажет Про Сунгей То пускай Вспомнит Что самые Ужасные Преступления Совершал Эдуард Григорян Ну Учитывая Что Лев Валян Работал В прокуратуре Тем более Следователем Он должен Был знать Кто такой Эдичка Со своими Братьями С одной Работницей Паспортного Стола И с одной Работницей Которая работала В скорой помощи Армянками Интересно Что он скажет О них Они здорово Поглумились Над своими При том Что Армения Дала им Потом Вольную Когда Этих Людей Передали Армянской Стороне Мы же Продолжаем На войне Как на войне Пули Не выбирают Жертву И не шутят Никого И неприцельные Выстрелы Приводят К человеческим Жертвам Порой Прицельные Выстрелы Приводят К человеческим Жертвам Он же Прекрасно Знает Как в свое Время Его Сотоварищи Убил Снайпер То есть Это невозможно Чтобы это был Случайный Выстрел Не так ли Убил Маленькую Девочку Вместе С ее Бабушкой Я говорю Про Захру Продолжаем Вы можете Открыть В интернете Убийство Той самой Маленькой Девочки Я не буду Показывать Вам Фотографии Потому что В этом Случае То видео Которое Вы сейчас Смотрите На него Могут наложить Кое-какие Ограничения Не хотелось Б Разрушаются Военные И гражданские Объекты Мариуполь Практически Сравнен С землей Я Несколько Раз проезжал Через Этот Красивый Южный Город Интересно Вот он Проезжал По Мариуполю Он Проезжал Учитывая Что он Не столь Молодой По Агдаму Тоже Уничтоженный Прекрасный Был город Южный Город От него Не осталось Ничего Го Го И кроме 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 Он Сразу Не Сказал Кто Уничтожил Мариуполь Ведь Мариуполь До Вторжения Российских Войск Именно Вторжений Прекрасно Жил Своей Жизнью Людям Не приходилось Спрятаться От бомб Терять Своих Родных И близких Продолжаем По дороге В Ялту Останавливался Общался С его Жителями Прекрасные Отзывчивые Красивые Люди Жили здесь Для меня Не важно Кто его Уничтожил Мне жаль Что его Нет А еще Больше Жаль Жителей Я помню Первые дни Военных Действий Помню И выступление Президента Украины Владимира Зеленского Который Призывал К переговорам Делал Различные Заявления Для снятия Напряженности Между двумя Странами Украины И Россией Его Услышали Поверили И сели За стол И что Да Действительно И что Только Давайте Сейчас Внимательно Послушаем Как он Умолчит О тех Русских Политиках И Представителей Медиа Структуры России Которые Требовали Продолжения Банкета И даже Выступали Против Путина В частности Такой Ярчайший Пример Как Кадыров Можно Можно Было Продолжить На Передачу Соловьева Прошу Прощения Многие Кричали О Необходимости Продолжения Боевых Действий И Требовали От Путина Не Подписывать Никакие Договора Он Забыл Об этом И Вот Как Он Переворачивает Всю Картину Давайте Послушаем Я отвечу На этот Вопрос Не Заинтересованные В нормализации Обстановки Между Двумя Православными Странами Лица Шепнули Ухо Зеленскому Продолжай Хлопец Продолжай А мы Тебе Поможем То есть Он Имеет Ввиду Что Эти же Силы Выходят Шептали Многим Из тех Кого Приглашал Соловьев А Также Кадыров Он Сможет Назвать Эти Имена А Не Быть Только Однобоким Столь Однобоким Столь Однобоким Говоря Только О Зеленском Впрочем Еще Некоторое Время Нам Придется Уделить Данному Умнику Послушался Не Обманули Вооружение Идет Сплошным Потоком Валюта Сыпется На голову Украины Амбициозному Владимиру Александровичу Понравилась Отведенная Ему Роль Борца Как только Не изображают Его Ему Видимо Нравится Роль Спасителя Человечества В облике Человека Паука Но пока Он Делает Круги Над Крещатиком В его Стране Люди Гибнут Тысячами Выходит То же Самое Он хочет Сказать И про Путина Ведь С двух Сторон Идет Конфликт А не С одной Неужели Он Хочет Сравнить Путина С пауком Не Мои Слова Дорогие Мои Не Мои Знаете В данном Видео По идее Работникам ФСБ России Над Многим Стоит Задуматься В отношении Льва Валяна Что Он Говорит В своих Видео Какие Мысли Он Вбивает Россиянам Хотя Б Пускай Даже Там Той Малой Части Россиян Которые Его Слушают Продолжаем Он Настолько Вошел В Новый Образ Образ Непобедимого Что Стал Диктовать Россией И Миру Условия Он Диктует Условия Я Не Хочу Никого Унизить Также Не Имею Намерения Кого Больше Сделать Виноватым Происходящих Событиях Нет Так Ты Уже Именно И Выставляешь Только Украину Виноватой Ты Уже Это Делаешь И Вот Украинцам Пожалуй Стоит С Него Спросить Как Следует Спросить Притом Он Делает Так Что Выставляя Украинцев Виноватыми Своеобразными Своими Умозаключениями Также Оскорбляет Россию В частности Я Уже Обращал Ваше Внимание На высказывание Льва Валяна Который Он Адресовал Президент Украины Но Эти же Слова Четко Можно Переадресовать И на Другую Сторону На территорию России Он Это Понимает То Сделает Умышленно То Соскорбляет Двух Президентов Продолжаем Я Я Отвижен Простым Человеческим Желанием Чтобы Люди Носящие Православные Кресты И Молящиеся Одному Богу Остановились Сели За стол Берегом Интересно Причем Здесь Монофизиты Которые В частности Очень Часто Помогали Арабам Уничтожить Византию Армянский Эмират Вошел В историю Вот Такие Как Он Придавали Христианскую Веру И Такие Как Он Сейчас Кричат О Необходимости Дружить Между Россией Украиной При том Что Маргарита Симониан И Аваков Наоборот Эти двое Представители Этого же Самого Армянского Этноса Делали Все Чтобы Два Народа Столкнулись Но Лев Валян Не осуждает Этих Двух Лиц Нет Он Наверное Даже Восторгается Ими Но Они Добились Больших Успехов Впрочем Еще Некоторое Время Нам Необходимо Будет Его Послушать Продолжаем Если К тому Времени Еще Останется Желание Кого-то Послать На Три Буквы Пусть Посылают Можно Будет И По Морде Дать Но Пусть Не Покидает Переговорное Помещение Пока Не Подпишут Документ О Прекращении Огня А можно А можно Ли эти Слова Адресовать Армянской Стороне В отношении Переговоров С Азербайджаном Ведь Если Не будет Подписано Окончательного Мира То То Опять Начнут Через Некоторое Время Гибнуть Те Же Самые Армяне Конечно Же И Азербайджанцы Тоже Так Что Же Он Призывает Сидеть До Последнего На Переговорах И Выступает Против Армянских Радикалов В частности Которые Хотят Свергнуть Пашиняна Который Как Раз Таки Старается Договориться С Азербайджаном Лев Валян Выступает Против Кочаряна Сержа Сарксяна И Им Подобных Интересно Вы Знаете Не Получается Не Переходить На Тему Армяно Тюркских Отношений Обратите Внимание Я Сознательно И 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 Правильно Именно Так 1915 Год Плавно Перешедшие Сентябрь Ноябрь 2020 И Последующие События А почему Он молчит О 1905 1906 Годе Почему Он молчит О 1918 По 1922 Годе Когда Было Вырезано Все Азербайджанское Население Зангизура Именно Вырезано Сожжены Мечети Уничтожены Кладбища Почему Он молчит Об этом Почему Он молчит О Событиях По Созданию Армянских Радикальных Партий На территории Турции Задолго До 1915 Года Почему Он молчит О Кафане Гугарке И Том же Самом Столь Любимом Армянами Теме Как Сумгаити Касательно Эдуарда Григоряна И Других Армянских Лиц Которые Имели Отношение К тем Событиям Почему В этой Череде Да Он не Говорит О Резне Которой Устроили Кстати Дашнаки В Туркестане 1918 Год Напомню Простите За то Что Я вынужден Был Вернуться Назад По Времени Как же Это Ходжалы Карадаглы Кельбаджар Агдам Как же Это Дорогие Друзья Еще Одну Минуту Вашего Драгоценного Времени Мы Вынуждены Потратить На Прослушивание Того Что Он Говорит Приступаем Свидетельствует О том Что Враг У нас Один Тюркский Мир Это Он Открыл Для всех Завесу Таин Так Об этом Говорил Гаригин Нжде Не дня Без войны С турком Под турком Подразумевались Все тюркские Народы Ярчайшим Примером Кстати Ненависти Армян К тюркам Явилось И последнее Заявление Того Самого Небезызвестного Киосаяна Ненависть Тотальная Ненависть Безграничная Ненависть От которой Армяне Не избавились Они Ненавидят Все Тюркское Я мог бы Продолжить Список Предательств Касающихся Именно Тюрков Но Эта тема Была бы Бесконечной Бесконечной Это конечно же Формальное Обозначение Было бы Достаточно Продолжительной Поэтому Пожалуй Я закончу Данное видео Не забудьте Поставить Лайки Под видео Также Оставить Либо Дизлайки Кому не понравилось Такие уж точно Вот найдутся Оставить Комментарии Подписаться На канал Нажать На колокольчик Поделиться Ссылками В соцсетях Пригласить Друзей И знакомых Потому что Все то что я Перечислил Это единственный Способ Постепенно Ломать Ужасающую Внутреннюю Ютьюбовскую Политику В отношении Распространения Как я люблю Говорить Одних Блогеров И глумления Терри Недопуска Видео С Многочисленными Фактами Других Блогеров Вот это Двуличную Политику Ломать Можно Только Теми Этапами Которые Я уже Перечислил Также Я хочу Напомнить Что по данным Видео Как и всегда Я оставлю Не только ссылки Которые Использовал В данном Видео Но также И необходимые Данные Для финансовой Поддержки Так как Для меня Это действительно Работа И любая Поддержка Это как Ну маленькая Грубо говоря Зарплата Маленькая Я благодарен Каждому Потому что Я работаю 24 часа Для вас Кроме тех День Когда болею Ну От этого Как говорится Это избежать Невозможно Всем до свидания Всегда ваш Сейдов Кямран До свидания